Не один год существует летний оздоровительный лагерь при Молоковской общеобразовательной школе. Ребята за время лагерных смен посещают разнообразные экскурсии, играют, устраивают спортивные соревнования. Но мы хотим вам рассказать, как проходило познавательное занятие. Речь пойдет об уроке по правилам дорожного движения. Детский оздоровительный лагерь «Надежда» давно полюбился молоковской ребятне. В школе мы практически не находимся. Мы были в национальном конном парке «Русь». Там катались на лошадях. Посетили также парк аттракционов, который находится на их территории, мини-зоопарк. Историко-культурный центр в этом году организовал для нас поездку в Дом крестьянского быта. Я хочу поблагодарить коллектив ДК Бесайлова, что они нам в этом году проводили очень много конкурсов. Ходили в походы мы с ними. В лагере очень весело. Мы много куда ездим. Веселимся. Нас хорошо кормят. Бери ложку, бери хлеб и садичка за обед. До беда было еще далеко. И ребята пригласили нас на игру-викторину, посвященную правилам дорожного движения. Стоп-машина, стоп-мотор. Тормози скорей шапер. Красный глаз летит в упор. Это строгий светофор. Роль светофора исполнял Кирилл Семенов, юный инспектор дорожного движения. Наш отряд называется «Клаксон». Мы должны звучно и громко говорить людям знаки, правила поведения себя на дорогах. Ева Блыкова, как настоящая звезда телеэкрана, исполняла роль ведущей. Она задавала ребятам загадки на дорожную тему. Слова надо было не только отгадать, но и правильно вписать нужную букву. К сожалению, не все это грамотно сделали. Я считаю, что эти занятия очень даже полезны. То, что ребенок будет расти со знаниями, то, что он будет понимать, что это дорога. Я мечтаю пойти в конную полицию, потому что я очень люблю лошадей и очень люблю помогать людям. Денис Трещалин в образе шофера со знанием дела рассказывал ребятам о дорожных знаках. Но мечта его совсем не связана с ГИБДД. Я хочу стать агрономом. Арбуз посадил, дыню, яблоню, малину посадил. Знание правил дорожного движения нужно всем. Это занятие, которое в форме игры подготовили для учащихся педагоги, останется в памяти ребят. Сходишь, сходишь, сюда нибудь стежится и убирается прямо в небо зон. Каждому, каждому лучшее делится. Кадится, градится голубой баллон. Светоотражающие браслеты и нагрудные наклейки, которые в этот день получили все участники викторины, приобрела для них администрация сельского поселения Молковская. Впереди еще был смен, у нас очень много планов, очень много мероприятий. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.